всем привет с вами снова лаборатория культуры и сегодня мы говорим о новой книжке которая вышла чуть раньше но вот презентация и состоялась буквально в понедельник о книге елены кустовой мир повседневности средневекового приуральского монастыря 12 плюс и с удовольствием представляю конечно же елена кустова сейчас я прочитаю все твои ритмали но не все но хотя бы часть я должна когда-нибудь это сделать здравствуй елена добрый день елена кустова доктор исторических наук доцент профессор кафедры истории политических наук вятского государственного университета на самом деле вот здесь еще очень долгий долгий список ну ладно я уже не буду так сильно углубляться а роли она расскажи пожалуйста книжка была написана я так понимаю два года назад но не смогла быть представлена широкой публике именно потому что там всякие ограничения были да да мне конечно хотелось пригласить всех кого я хочу видеть но к сожалению были ограничения и вот я дождалась того момента когда наконец-то можно было всех собрать слава богу было очень много желающих как раз встретиться и я думаю что мы интересно привели это время ну что поздравляю тебя наконец-то с публичным таким публичной презентации книги и я понимаю так что в основе ее лежит твоя диссертация да докторская да на самом деле там еще была а еще предысторию потому что диссертация предшествовала книга вышедшая в двенадцатом году по истории трехного монастыря это был такой талмуд в двух томах возрастное ограничение пожалуйста значит весом 5 килограмм и в общем именно это была история трехного монастыря от начала до конца я серьезно про возрастное ограничение мы должны называть тоже 12 плюс наверно да наверно хотя там наверное ничего такого и нету но тем не менее вот и но там была история именно скажем так с века шестнадцатого по век двадцать первый а когда уже надо было выбирать тему диссертации тут уже надо по ограничить какой-то период времени и я уже стала по правде грязь собирать материал про век восемнадцатый девятнадцатый в архиве у меня его было довольно много и я узнаю что на урале есть женщина которые пишут по очень похожие теме и мы с ней пересекаемся в перми а она пишет докторскую значит и я понимаю начида я с ней переписалась веру когда вы планируете сейчас на родноут где-нибудь через год я понимаю что у меня впереди как минимум три года я не успеваю я договору хорошо я оставляю вам вот эти два столетия век восемнадцатый девятнадцатый я ухожу в средневековье но между нами говоря она не защитилась до сегодня вот как но я и очень благодарна потому что 17 век он не похож ни на один другой век почему хотя его писать очень сложно потому что карман с позиции историка да вообще почему очень мало занимаются историки 17 век почему почему потому что век восемнадцатый девятнадцатый это обилие источников ты приходишь в архив и ты просто часами можешь переписывать документы документы все очень живые интересно то есть там есть реальные судьбы реальные личности а а когда ты приходишь в архив архив не кировский не вятский это москва питер архив древних актов москве в первую очередь то ты сидишь часами и пролистываешь эти описи архивные часами рада бы увидеть одну строчку хлынов или вятка или перим чтобы просто найти это слово и потом когда это берешь это дело ты пролистываешь там что там про вятку там да и думаешь как то вообще это привязать к теме монашества то есть это такой очень кропотливый труд но вот ты знаешь он очень приучает к внимательному отношению к источнику вот мы когда нам дается очень много да мы очень вот это нам не интересно это мы отбрасываем это сюда а когда ты читаешь 17 век мало того что это скоропись это очень непросто читать я помню первый раз давай объясним нашим зрителям скоропись это особый вид письма который использовался до появления вот этих печатных как раз вещей и это когда вы видите текст но не все понимаете что в нем написано то есть когда писать писать скажем писал он сокращал слова писал таким образом да именно в стилистике своего столетия и я помню просто первые разы я переехала в москву мне принесли это дело и я просто заплакала потому что я ничего понять не могла потом я вдруг увидела какое-то знакомое слово я потом переписала каждую букву как она вот она как она там изображалась и вот так я уже потихоньку потихоньку так шаг за шагом стала читать все это с каждым текстом так у каждого индивидуальные сокращения были нет они как стенограмма нет на самом деле когда ты читаешь что же потом читаешь более-менее все но понимаете как бы каждом столетии есть люди с очень плохим почерком вот например у нас не так давно был фильм то бог да и там главным героем у нас являлся князь гагарин губернатор кстати говоря и вязкой земли тоже он был не только сибирием что вязка там ходила в сибирь вот хуже почерка чем гагарина я не видела вообще это даже непонятно какой язык вот если это можно открыть там да есть подписи как гагарина общем то есть эта проблема во-первых чтение текста а вторая проблема что очень мало источников и там вот нет этих ярких источников 19 столетия то есть вот чтобы составить более менее интересный текст это как бы нужно очень постараться то есть как бы это такая планка очень высокая для историка и далеко не каждый может на нее решиться потом для меня был это конечно колоссальный опыт которому я очень рада молодец здорово звучит конечно очень трудоемко ну что я предлагаю пройтись немного нам по книге по тексту книги она очень большая 677 страниц поэтому понятно что все что здесь написано лена и за эти долгие годы весь этот кропатливый труд мы к сожалению не сможем рамках нашей короткой передачи осветить но какие-то моменты которые лично у меня вот вызвали такой очень живой интерес и откликнулись в связи с какой-то там моей театральной деятельности я лену были подробно расспрошу во первых конечно мне интерес заинтересовала сама само название пока еще не смотрела книгу вот именно тема повседневности расскажу почему потому что в театре эта тема последние десятилетия дико актуальность сейчас уже может быть меньше а то есть конечно были раньше в театре какие-то связанные с исследованием повседневности в драматургию петрушевской но вот именно а с называнием повседневности как таковой но с таким направлением поворот повседневности был в общественных науках да сначала поворот на материальном потом поворот к повседневности и этого стало очень много там прекрасные пьесы у дмитрия данилова выходили где настолько детально отражается она и ну естественно с какой-то театральной рецепцией все это происходит вот поэтому может быть в этой книге мы тоже остановимся на таких моментах связанных с повседневностью но вначале я тебя попрошу поподробнее рассказать о видах монастырей которые были в приурале ну и на вятке в том числе хотя тогда она хлыновская сюда называлась тот период когда еще земля вятская земля вятская а город хлынов вот про виды монастырей потому что я понятно как человек не являющийся историком глубоко в эту тему монашества не погружалась и знакомилась скорее через какие-то философские тексты свое время тексту ролана барта где он пишет о ритме жизни в разных монастырях он использует их как метафору в частности вот идеоритмию как метафору в принципе жизни вместе у него книга так называется как жить вместе это сборник лекции который он в колледже франц писал и для него не столь важна конечно может быть какая-то историческая часть для него важно важно вот это вот разделение киновии как общежительство с очень строгим ритмом с очень жесткой иерархии четко прописаны и на другом полюсе отшельничества а который предполагает там полную свободу и вот эти вот два типа он отыскивает в каких-то литературных источниках и при исследуя опять же жизнь повседневность и пространство большей частью конечно про пространство он как некий идеал он называет его мой фантазм говорит об идеоритме как вот том золотом прекрасном срединном каком-то образе который вот эту вот жизнь вместе для него и определяет вот поэтому давай объясни мне пожалуйста что же все таки было на самом деле что он конечно отсылается до кафонским монахом и оттуда берет все эти формы жизни вот но на самом деле что это были за монастыри что это за формы чем они отличались и особенно про идеоритме интересно у тебя иде и идеоритм они называются да это как бы именно в то как бы время это было так устойчивое понятие если брать эти уставы на самом деле там просто разные уставы дело в том что они еще возникают третьем веке нашей эры когда появляется монашество с буквально сразу как бы да появляются вот эти три главных направления то есть есть анахареты тех кто жили отдельно каком в пустыне третьего века да помните как раз вот там египет вот эти пустынники да этих как раз мест одновременно появляются общежительные монастыри как совершенно было сказано верно а человек уходит и отрекаясь от мира он буквально все оставляет там то есть у него даже не было своей обычной одежды было корма древних монастырях такая традиция человек приходящий в монастырь он оставлял скажем так начальнику монастыря свою одежду или оставлял ее вообще за воротами ему давали одежду и на как бы начинал жить то есть он тут ничего своего не имел да это был такой первый шаг первый намек и все что он имел скажем да он имел именно отказны от монастыря питание какие-то необходимые вещи то есть все что было нужно к нам для работы для служения для молитвы все давалось ему второй вид это идиоритма вот с ними все сложнее потому что потому что вот на русской земле там были разные вариации с одной стороны мы помните помним такой вариант что у нас был нил сорский и иосиф волоцкий спор не сержатели и осифляне такой у нас спор мы не помним это выставки помните смысл был в чем как раз иосиф волоцкий человек который выступал за очень строгий образ общежительного монастыря и как раз вот таким оппонентом не хотя на самом деле они друг другом не спорили потом их сделали противниками их ученики и власть которая вмешалась в этот спор церковный вот а как раз они усорский он говорит он не любил больших шумных монастырей он хотел как бы уединиться ради молитвы за богом то есть для него это делание главное было внутреннее молитвенное чем а вот это внешнее там да работать там на земле что-то еще и вот он как раз брал с собой учеников очень немного человек и по сути дела он руководил их духовной жизнью это были скиты и вот как раз наверное такой высший момент идиоритмов в русском как раз и воплощении это были как раз вот эти нильские пустыни но потом под идиоритмы стали пониматься немножко другие монастыри какие когда разрешалось по уставу переходить в монастырь совсем своим себя обеспечивать то есть монастырь себя не обеспечивал а только скажем были общее богослужение там какие-то общие были наставления но ты жил по сути дела сам своим хозяйством своей кельи и вот отсюда пришли очень серьезные проблемы в русском монашестве почему потому что когда тебе дают свободу жить как ты хочешь мы же хотим хотим жить комфортно а надо понимать что принимали постриг в средневековье тоже была такая богочестивая такая традиция да очень многие богатые люди бояре князья сюда и он понимает что надо там ближе к смерти ну как то вот надо все таки лучше принять постриг это было таким очень важным шагом приготовления смерти да но скажем они привыкли жить как они жили и например они там да устраивают себе там не только келью там домик до строили амбарчики приглашают там служителей откуда мы это знаем дело в том что иван грозный когда будет стоглавый собор 16 веке он будет критиковать эти вещи потому что они же выйдут как бы данный уровень даже государя даже он уже узнает об этом и в итоге как раз вот были у нас несколько человек которые пытались вернуть монашество русское именно к общих жительному ставу где все очень строго вот частности наиболее известный это у нас сергий радонежский и вот все монастыри которые он основал его ученики они были именно общежительными но к 17 веку опять все переигралось и опять вот это как бы проза жизни она становится важнее и по россии пристали преодолеть именно идиоритмы и нас очень несвободным образом жизни потому что люди богатые постригаются я как уже говорила да им хочется жить свободно то есть как бы не ради как бы до вот это выбора духовного пути а ради именно материального пребывания я не хочу что все но богатые люди стали вот под себя делать эти монастырь что кто их создает на их деньги не создаются до богатых людей и как раз чем у нас важен трифон вятский придя на русскую землю на вятскую землю он начинает как раз вводить здесь на навязкой земле общее жительство которого а до него не было монастырей пример это не было вязким он сказал да вот это правильно но это вызовет потом очень бурную реакцию потому что первые люди которые пойдут в этот монастырь и да это будут у нас как мы сегодня говорим такая правящая элита хлынова они же в москве бывали они же знают как там живут их это не устроит и так раз приведет тогда их лично к личному конфликту между игуменом и между ними которые завершиться в итоге изгнанием его из монастыря потому что они же будут переходить требовать там ослабить устав что за безобразие а он как говорит он же пытался их крадить от мира да вот тот который как раз по сути дела все время поднимал в них их грехи то есть для него главное спасение души вот и поэтому он говорит а в гости ходить нельзя питье держать нельзя к себе никого звать нельзя перы устраивать нельзя вот как вот можно представить сегодня мэр у нас подстригается в монастыре к нему никто не будет приезжать он они будут возмущены как же так там да мало ли там кто-то пришел из какой-то там да из северной земли он вообще не вятский а у нас полгорода знакомых тогда даже весь город знакомый и вот это конечно вызывает конфликт слушай скажи пожалуйста а отшельничество было тоже не сильно распространено у тебя я смотрела диссертацию вот сам трифон да отправлялся в две пустыни и а кто-то еще были еще какие-то знаете есть какие-то тут у нас на вы переходе да ты как на лекции я сразу привыкаю на самом деле на этот как скорее вот такие какие-то намеки вот как даже когда основывался пыскорский монастырь строгановыми в перми великой вот там было такое предание что значит пришли на землю где жили старцы то есть монастыря не было да ну вот они как бы видимо уходили то есть какие-то видимо были люди которые жили отшельниками но проблема то в чем что в источниках они не отразились то есть никто них писать не будет документа их тоже короче откуда мы знаем о монастырях 17 века это переписные книги но скажем никто этого монаха отлавливать в лесах не будет где он там живет и чем он занимается если и сам он не напишет и а сам он наоборот от мира убегает если он истинный такой монах поэтому возможно оно явление было но по крайней мере из тех кто был на вятке в 17 веке у нас таких описаний нет да мы знаем автор жития потому что он расспрашивал скажем да учеников трифона там да беседовал всеми кто его знал в разных монастырях и он знал более-менее его жизнь он знал этот этап который скрыт от чужих глаз поэтому можем говорить о трифоне точно а кто остальные это пока загадка потому что нет источников а можешь поподробнее рассказать в чем был смысл этого отшельничества чем они занимались у тебя есть небольшое описание там буквально до повседневных каких-то бытовых вещей что он там кореньями питался или что тут в чем вопрос то есть трифон это человек который вот настолько карман почувствовал призыв божия да что у него была мечта с детства уйти в монастырь вот он как раз там была целая история как он попадает в первую великую земли строганова да которые там его обласкали потому что он исцеляет наследника максима строганова кстати это реальный человек которого мы знаем именно кстати максим строганов потом будет помогать и царю батюшке в смутное время вот и благодаря этому ему безвкладно разрешает поступить в пыстровский монастырь и вот здесь начинается найти вот в чем тут проблема для нас монастырь кажется местом тишины и покоя некого вдохновения это взгляд со стороны если мы поглядем изнутри это совсем другая жизнь потому что это место где идет ежечасная ежеминутная борьба с собой потому что вот все грехи которые есть они обостряются акта кроме того монастырь вообще большая такая семья да где у каждого свой характер и на самом деле это вот сколько сколько читаешь там тоже кто говорит 17 веке монастырях на вятке да они все говорят место сие скорбно есть вот об этом скорбном пути монастыре говорят все потому что это постоянно как бы передовая духовной борьбы можно так сказать вот здесь наверно приходит в голову как раз такая параллель наверное с фильмом сталкер тарковского уже ты упоминаешь фильм а мне придется потом возрастное ограничение вспоминать так ладно по-моему 18 плюс сталкер хорошо и вот там же какой сюжет да они попадают и внешне все спокойно но везде опасность и примерно вот так же можно сказать о монастыре то есть где козни дьявола они ведь на самом деле как бы да то есть вот они просто внешне они не выходят для тех кто приходит монастырь но кто-то живет монастырь об этом прекрасно понимает и пишут об этом да и то есть отшельничество с которого я и как раз просто как уйти оттуда получилась история то есть он приходит и и к нему приходит слава потому что он человек который буквально уже молодые годы нёс такие подвиги которые которые не могли нести даже опытные монахи и по житию мы это знаем и к нему идут люди его почитают там как старца старец это не понятие возрастной это это понятие опытности да некой духовной и когда это происходит он понимает что он вызывает массу недовольств в этой старшей братья он является яблоком раздора и просто он как бы решает эту проблему решить очень просто да он берет благословение у настоятеля и он уходит в пустынь где он никому мешать не будет пустыню называлось любое место да где нет поблизости людей или что что это было это лес обязательно должен пустынь вообще это есть разных пониманиях если мы читаем документ карам сельский монастырь тоже мог называться пустынь но это монастырь данном случае тут мы грим именно ближе к анахорецову как бы отшельничество пустынь именно как место уединения вот и он выбирает места как раз связанные с пермскими землями дает река с чаба амулянка на кстати сейчас до сегодня там притекает и это место есть отмеченный как раз там памятник стоит трифон вот и река часовая не менее известная и вот он там начинает жить тоже он старается жить уединенно но не получается вот приходят и спрашивают парадоксальность жизни трифона он всегда бежал от мира и мир каждый раз его догонял и вот там приходит местная там народа да он начинает их там просвещать проведет миссию да потом когда он был на часовой приходят уже те кто хочет принять монашество а у монастырь никак не создает статья это тоже вот он вызывает недовольство им среди тех ну почему там были свои причины и вот это как раз попытка уйти из мира но попытка которой ему не удается и потому он решает не просто он понимает что видимо господь его не благословляет он решает идти уже в другую землю после некого конфликта со строганными да и основать монашество на ветке хотя жизнь там на самом деле очень такая была сурова там маленький огородец какой-то разбил там луковицами пытался или каких-то диких да да вот я запомнила что какие-то дикие ли дикие луковицы ну что давай собственно к повседневности обратимся к тому чего мы не знаем да к тому что вот действительно может только о истории где-то в архивах найти какие-то очень любопытные детали а то есть я никогда не задумывалась сложности скажем например одеяния монаха специфики и вот здесь ты сказала в книжке у тебя вот нет этого моего любимого момента связанного с символикой да то есть что символизировала на та или иная одежда так тот или иной вид рукава скажем наполовину открытым может быть и вспомнишь когда мы будем объяснять какие-то элементы одежды может быть и вспомнишь чем была специфика и какой-то символизм или я поищу у тебя в диссертации этот момент расскажи пожалуйста вот об особенностях монашеских одежд что что они что она из себя представляла и она такая многосложная она надо во первых всегда конечно внизу обычно одевалась рубаха тут ее нет но обычно она носилась как-то называлась по-разному в разных местах вот тут написано в лосиница как вариант в лосиница это обычно была такая кроме такая одеяние для тех кто хочет подвига потому что обычно нашла и шилась из очень грубого волокна который умеет знаете трет вот трет все время как бы уже то есть по сути дела это было такой аналог веригом то есть вериги это железные как раз которые надевались на серии сда а вот это тоже то чтобы мучила тело как бы потому что мы всегда себя очень жалеем вот монах который борется со своей плотью да ради того чтобы духовно как раз возрастать и они постоянно обязаны были должны были это никто не обязан это тот подвиг который человек брал сам на себя сам да конечно за благословение духовника и так далее а потом был подрядник ряса но это для любого служащего священника они сейчас тоже сохраняются эти одежды это давай объясним это тоже похоже на рубашку но это такими длинными полами до длинными рукавами как раз вот в чем ходит у нас сейчас батюшки это никаких изменений нет а вот мантия это уже принадлежность именно монашествующих мантия она когда вот идет монах да она развивается и как крылья ангела тоже такой потому что есть такое выражение она лестничника да да что свет монахам есть ангелы а монах а монахи есть свет человеком то есть как раз по сути дела это ангельский образ на земле которые несут монахи то есть она какого-то утилитарного значения не имела вот у нее именно было такое символическое значение наверно она имела и утилитарное потому что она защищала от дождя наверное каких-то там непогоды но на самом деле она имела такой кстати очень очень древняя она иметь происхождение то есть уже она до сих пор сохранилась она сейчас сохранилась да она сейчас носится клобук клобук как правильно клобук 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 а теперь понятно откуда такая распространенная фамилия клобуков да это как раз головной убор характерный именно для монашествующих а потом он изменит свою форму потому что там есть клобуки дониконовские да и уже более поздние после никона вот сейчас уже у нас идет как бы такой шапочкой такой да который стоит его там свисает вот раньше они были по-другому выглядели вот как раз тут есть картиночка в общем потом кто может потом может посмотреть давай попробуем писать они были на детские шапочки пока да да но а есть тут наверное на детской шапочке больше похоже куколь а куколь это уже облачение для схимника вообще монашество проходило несколько как раз таких ступеней связанных с посвящением то есть сначала приходил он монастырь как трудник просто трудился он не посвящался а потом его постригали в мантию это называлось вот как раз когда ему давали мантию это назывались монотейные монахи да и вот уже самая высокая стадия это схема фактически человек уже полностью отрекался от мира обычно он же очень уединенный уже он практически ни с кем не общался только молился у нас тоже сегодня есть химники но они ходят улыбаются все-таки они как-то они еще пока в миру а вот эти люди они вообще уходили как раз вот этот куколь который сверху мы видим да вот это именно как шапочка то есть такая детская то есть он как незлобимый младенец должен быть вот вот и с другой стороны он как бы рождается в новую жизнь тоже как младенец то есть вот это как раз не злобилось вот примерно так а вот и параман а это тоже такой особый плато он завязывался на спину и он символизировал если не ошибаюсь как раз вот тот как бы крест который несет на себе монах там были молитвы особым образом то он как бы охранял монаха в то же время вот был символ тех трудов которые он обязан на себе понести вот я нашла в диссертации происхождение символику монашеских одежда тебя прочитать хочется поподробнее 186 если это не займет очень много времени там было подробно я даже хотела бы списать публикацию по этому поводу но как-то вот передумал напиши это прям любопытно очень конечно я пока еще я мы несколько раз упоминали и хотелось тоже подробнее остановиться на тех причинах почему приходили в монастырь то есть ты говорила упомянула да что ближе к какому-то там возрасту хотелось уже очищение но какие в принципе были мотивы в книге у тебя ну и в диссерии тоже написано что зачастую люди уже более старшего возраста да приближающиеся к смерти приходили туда и какие были мотивы какие были описания и расскажи пожалуйста какие были причины вообще конечно о причинах никто не скажет напрямую то есть это все предположение у историков но принципе причина не более-менее очевидно а потому что была традиция от традиции не 17 века гораздо более ранее то чтобы спастись как бы да а у всех жизнь была как понимаем очень разные 17 веке в 16 да вот и каждый прожил ее скажем так не всегда очень богочестиво да как раз сделать такой шаг как уйти в монастырь это бы способствовал спасение души ну и кроме того когда тоже уходишь от земных дел у тебя больше появляется времени подумать наконец-то о вечно вот если у православных есть такой момент когда кто-то корм попадает в больницу но вот тебя господь ты остановил да вроде как ты все бегаешь носишься а вот тут наконец заболел хоть будет время помолиться в этом как бы в этой шутке есть доля правды то есть данном случае на самом деле люди приходят а чтобы уже как бы больше времени уделить молитвы но проблема-то было в том что вот этот смысл как бы течение души да многими воспринимался формально особенно из элиты то есть есть народ простой который очень глубоко верит а есть вот элиты которые ну как бы считают да что если они пришли в монастырь дали большие вклады икону подарили там до копово красили они автоматически очистили они уже как раз все что могли уже сделали да они могут провести эти дни уже как им пожелается и вот это как раз приводит приносит уже вот эти самые конфликты а есть на самом деле такое мнение что по сути дела монастыри стали богодельными а что по этому поводу сказать на самом деле богодельные 17 веке были на вятки и мужские и женские и мы считаем что это такая обязанность государства да и всех обеспечивать тогда это обеспечивали сами жители города вот по понятии общины все жили община все друг о друге заботились вот и кто очень хотел именно просто в богодельном быть мог уйти в богодельный а у кто хотел монастырь все-таки помолиться да они все-таки шли в монастырь поэтому конечно считая там отдельных вот этих людей залита потому что все таки в массе свои религиозные причины были здесь ведущим потому что вообще все на основе люди были очень религиозны в этом отношении я очень люблю записки павла алебского это был сын антиохийского патриарха который приехал в россии в середине 17 века просить деньги ну они всегда просили деньги в русского саре это нормально и как раз вот так то как он описывает русские обычаи там дал церковные обычаи это конечно удивляет сейчас я найду я даже зачитаю да отлично потому что нет вообще конечно его почитать это одно удовольствие потому что там такие образы которых нигде больше вы не прочитаете потому что когда ты считаешь а кто приезжает из европы да католики протестанты у них такое не очередь ой русские ничего не понимают они об этой жизни ничего обычно не пишут а это пишет православный он писал так находясь среди них среди русских мы приходили в изумление мы выходили из церкви едва волоча ноги от усталости и безврерывного стояния покоя следующие люди нам говорили что если кто желает сократить свою жизнь лет на 15 пусть едет в страну московитов и живет среди них как подвижник являя постоянное воздержание и пощение занимаясь чечением молитв и вставая в полночь здесь несомненно вера соблюдается в полной чистоте конечно со стороны он не видит многих подводных камней но вот именно вот то что даже внешне он пережил да вот эти посты где-то надо пить еще вот этот как написали куваус да вот который они вообще пить не могли что какой-то кислый неприятный напиток вот они а еще им нравится он вообще это не понимает хотя об этом пишут все я поподробнее тоже попрошу про трапезы и я про то что как раз вот именно как бы вот эта ревность как бы по богу даже внешне выражены она даже поражала иностранцев вот 15 лет хотите жизни поезжайте в россию я нашла тот отрывочек где как раз у тебя символическое значение всех этих одеяний описывается сейчас немножко тоже зачитаю монашеская одежда имела не только практическое значение но и глубокий символический смысл который развивался и углублялся в рязно в разные исторические периоды так левитон поправлю меня ударение из добра неправильно буду говорить от греческого короткие укорочены у которого рукава доходили только до локтей оставляя прочую часть руки открытой показывал что для монахов отсечены все дела и обычаи мирские а также что у монаха нет рук наносить обиды на на рамник она лав который стягивал одежду чтобы она не мешала заниматься разными работами означало готовность на служению богу этим же внушалась необходимость ограничивать себя от своих желаний чтобы с большим желанием работать богу пояс указывал на предшественников монашества ветхом и новом завете мафорий аналог короткой мантии указывал на смирение и дешевизну он противопоставлялся длинным и развивающимся дорогим плащам мантийца изображала смирение избегания пышности и всякой тщеславной показности кукуль или кукуль который куколь куколь это как раз вот для схемников который носился монахами постоянно даже ночью не только соответствовал потребностям тела сколько указывал на нравственные черты иноков он напоминал головной убор детей тем самым призывая монаха всегда хранить детскую невинность да вот как раз ты говорила и простоту и также смирение в лясеница из грубого козлиного или верблюжьего волоса напоминал обояне предтечи который носил ризу от влаз верблюжеды и пояс усмен очень сложный этот язык конечно но и так далее там очень много каждая деталь несла какое-то такое символическое но тут конечно есть и одежда которые потом исчезнут то есть они были в древней скажем так церкви поэтому вот вот много там и левитон там и ряд других они потом просто и мы их не знаем хорошо давай еще поговорим про трапезную у тебя подробно описывается вот как раз в аспекте повседневности и быта какие у них были особенности то есть как в пост и не в пост как у тебя опять же большая там работа с документами проведена да с закупочными сколько прям таблиц безумно интересный там сколько чего было закуплено где опять же они брали все эти продукты и какие какая какова их особенность была специфика расскажи что вспомнишь хорошо можем по тексту тоже если мы идем по питанию то надо понимать что вообще все что окружает монаха повседневная жизнь она обращена на один смысл спасение души в данном случае питание у нас попадает в ритм праздников и постов которые есть монастырей которые принципе из-за предела монастыря тут точно так же и в данном случае тут трапеза отличается повседневная праздничная и постная обычно в монастырях питались два раза в день если это были первые последние недели великого поста могли по несколько дней вообще ничего не есть частности такие правила сохраняются и до сегодня в монастырях вот и скажем если это был скажем великий пост да то это могла быть только быть скажем вода и хлеб то есть но люди выживали при этом а если скажем берем уже повседневную еду то как ни странно на первое второе третье тоже был хлеб только в разных вариациях скажем что такое суп да это обычно суп с крупой чтобы было сытнее потому что мясо монахам есть нельзя совсем совсем но это так по уставу по уставу нельзя если можно рыбу извини до сих пор это сохранила что монахом я не знаю я видел что монахи едят мясо но сейчас как-то немножко времена меняются и то что называется принцип экономии как бы некого ослабления что мы сейчас чем дальше тем становится все необычные немощные поэтому как бы и верующие не верующие в общем тут общая тенденция но раньше когда мясо даже скажем вот мясо было только лишь для кого для работников которые были в монастыре для них да и скот поэтому держали а ускором просто для монахов было нельзя вот когда был праздник что ели ели обычно вот самое праздничное блюдо в монастыре это рыба а вот дальше шло в зависимости от состояния монастыря карамда если был монастырь такой маленький плохонький там да но вот у них есть какие-то рыбные логли пошли выловили там какие-то какую-то рыбеху там да или сухая была рыба карамда зимой живой рыбы может уже и не было вот эти были пласты так называемая рыбная да вот это было праздничное блюдо вот а если мы берем крупные монастыри типа трифонов монастыря или пысковского монастыря там уже совсем другой вариант потому что у них есть возможность купить то что им хочется у тебя даже было написано что у них были свои рыболовецкие угодья или как-то это называлось рыбные ловли да да то есть данном случае кроме монахи ходили ловили рыбу или кого-то нанимали обычно каждого крупного монастыря было такое крупное хозяйство что там помимо монахов были много служивых людей которые нанимались это были крестьяне или были наемные какие-то работники ну это было огромное хозяйство где были сотни людей в улет Danke карамда а уже пысковского монастыря на берет ни соль и варни и там работали по моему уже там насколько сот я неinka человек но это было очень огромное хозяйство это соль добывали там а добывали и выпаривали, продавали. Поэтому это был богатейший монастырь в Приурале. То есть там были такие доходы, там был доход 15 тысяч в год, хотя там у монастыря маленького доход был рублей 50 в год. Карамда покрупнее, там 100-200, а тут 15 тысяч, это вообще сумма, которая нам... Это бюджет города был меньше. Так вот, возвращаясь к этой пище, то есть, конечно, они могли себе позволить купить уже красную рыбу. Не у себя, в своих вовликах, а где-то уже заказать её. Могли заказать живую рыбу, чтобы им привезли. Могли заказать икру. А разные виды специй могли заказать. То есть у них уже тут было, конечно, большое разнообразие. Только овощей, каких там только не было, и грибы, и ягоды. Но это было проще тем, у кого были отчины. Потому что, например, Трифнов монастырь, если брать, у него были, на самом деле, свои деревни, и там крестьяне должны были как-то кормить монастырь. И он своих крестьян жалел. Вот он с них зерно не требовал. Это давали пришлые крестьяне, которые просто брали в аренду, и вот они там отработают, и часть урожая отдают. А вот, скажем, в каждом месте, в каждом вовлечении, были что-то своё, что они умели делать лучше и больше. У нас, помните, Суна? Суна, помнишь? Рыжики. Помнишь, Суна. Рыжики там, да? Вот сунская водчина, это водчина Трифнов монастыря. Да? С них грибы спрашивали. Ничего себе. Вот, где-то, скажем, ягоды там, 10 ведер, я помню, это, чёрно-смородины там, да? Где-то нити для них делали. Ну и так далее. То есть вот каждая водчина дала то, что она могла. Да? И в итоге вот складывался тот самый стол праздничный, который мы знаем. Но ещё обратила внимание, что практически не было фруктов. Это потому, что у нас холодный регион и не произрастало. Да, не было. Почему-то не было. И купить невозможно было. Я видела где-то там о продаже яблоки. Яблоки вот только, да. Сада, но даже я не помню, чтобы яблоки когда-то покупал в монастырь. То есть это была очень большая, даже яблони были большая редкость. Видимо, так холодно было тогда у нас, да? Да. А вот ещё раз повторю, что ели, вот именно первый, второй, третий это был хлеб-карамда. Второе, это какие-то каши. А вот третий, это или кисель, или мы кто-то вятский, это толоконники, толокно заваривали обычно в воде или в молоке, если было денег. Толокно, это такое зерно? Это овсяная мука. А-а. Вот. Или, скажем, варили что-нибудь. Ну, кстати, пиво тоже было. Вот, я хотела у тебя спросить, там у тебя любопытная такая таблица по закупке, ну, видимо, каких-то алкогольных напитков, и у тебя там написано любопытно, что вот столько-то вёдер там, монастырь закупил, там, вина, водки. Я сразу думаю, они бы прям буквально вёдрами вот так закупали? Или это мера такая, мера измерения объёма? Ну, это и мера, но она связана была, вот, скажем, вину, почему покупали вёдрами, да? Потому что для нас сразу, да, что это на трапезу. Надо понимать, что чаще всего это было для богослужения, то есть для причастия. И покупали... Или для гостей каких-то там. Или, ну, перешёл там воевода, да, как же там его не поподчивать. Вот, но на самом деле главная идёт, главная проблема, что вино у нас не производилось. Оно стоило очень дорого, его покупали обычно только с целью причастия. Вот, а вот горячее вино, по-нашему, реводка, иногда допускались, но это зависело от игумена монастыря, потому что очень многие игумены смотрели на это скептически. И вот когда был трефон вязкий, он даже попросил у царя, Фёдора Ивановича, написать приказ такой, чтобы в Трифоновом монастыре не было горячего вина. И он такой приказ написал. Я помню, когда что-то было даже, что, ну, либо царь, либо какие-то другие управители издавали какой-то документ, что обязательно нужно было там каждый год какое-то количество давать вот этого вина или водки, и потом был отказ. Это уже будет при Петре, когда он ведёт, но это Пётр, он вообще ломает очень многие традиции, которые были в монастырях. Но вот, кстати говоря, о пятиях надо понимать вот что. Обычно водки в монастырях не было, а были, был хмельной мёд. То есть то, что мы говорим, медовую ховарили. Вот она была, но и то, как бы, очень многие от этого отказывались. Но как бы крупные монастырии, да, мы к себе позоворим, что к нам у них гости, то и сё. Ну, как бы иногда и братью могли порадовать на праздник, на какой-то атак. Водка не имела большого хождения. Ладно, давай ещё раз прошу тебя. Ты знаешь мою любовь к семиотике и к архитектуре в том числе, и к пониманию архитектуры как языка издания, как текста. У тебя есть отдельная глава, ужасно любопытная, конечно, про пространственное, про архитектурное устроение монастырей. И ты как раз через символику разбираешь, да. То есть, называется там такие ещё специфически интересные названия. У тебя монастырские ансамбли как пространственная икона. И там вначале ещё какая-то тоже очень какой-то любопытный термин. Иеротопии, по-моему, да, была? Ну, это да, это вот ввёл понятие элитов ещё в начале 2000-х годов. Но, по сути дела, он работает именно в контексте семиотика, который развивался и в России, и за рубежом, просто обобщив оба. То есть, когда есть не просто... Ну, в семиотике мы говорим, любой предмет является текстом, который можно прочитать. А он говорил, это не просто текст, который можно читать, ещё есть понятие действия в этом тексте. Когда, например, там идёт какие-то таинства, да, крестная хода, что-то ещё. И вот эти объекты, они начинают как раз, вот как некоторый скрученный символ, да, раскрываться. Вот как раз через действия. Он немножко так вот додумал это понятие. А так, в принципе, это теория, которая развивалась и в веке XX очень активно. Так вот, говоря о монастырском ансамбле, в принципе, любой из них, он ориентировался... Почему он икона? Он икона Небесного Града. Кстати, у нас есть его описание, этого, да, Небесного Града. Это у нас последняя глава Нового Завета, Откровение Иоанна Богослова. Слово апокарипсис и все его пугает, на самом деле, переводится как просто Откровение. И вот там есть описание Града Небесного, что он ограждён со всех сторон вот этой стеной, там же вот праведники, как раз есть места праведников, есть вот эти сады и так далее. Да, вот это как раз описание, по сути дела, в какой-то степени реализовывали русские монастыри. И потом мы уже можем уйти в символику отдельных храмов, которые там были. Вот это как раз любопытно. Расскажи, вот у тебя было, я помню, расположение пространственное, трапезное храма, потом пределов, оно тоже какое-то значение имело. Вот интересная вещь, что обычно храмы строили с трапезами. Сегодня человек не понимает, что такое, ну все знают, трапеза это вроде как столовая там, да. Как же тут храм, тут такое высокое, а тут вот такое обыденное, как столовая. На самом деле это тоже очень символично, то есть это не только практично было, потому что тёплый храм, он отапливался. И после этого, как раз после того, как они отслужили, они шли и кушали. У нас сейчас такой традиции нет. Хотя трапезные остались, потому что это старинные храмы. А дело в том, что это как раз было продолжением причащения бога, обращения, да, как бы ты выбираешь себя Господа, и ты как бы вот это... Телесно потом... А потом вот этот образ трапезы Господней, как раз, да, вот перед его казнью, как раз вот это продолжение, как раз это символ вот этой трапезы, когда все собираются и вот тоже вкушают, но уже земную пищу, да, вот в память о том. Там даже была такая традиция, когда выносили агиасм, агиасм, ну святая вода, да, и особую просфору богородичную, как бы её выносили. То есть даже был такой обряд, то есть как бы она тоже присутствовала при этом. То есть тут были такие моменты, именно связанные не просто там, ну опять же мы говорим, а есть символика храма, которая открывается в неком действии, которые в то время происходили. А так, конечно, символика храма, она хорошо довольно-таки изучена, она без меня изучалась, поэтому там у нас есть и купола, которые имеют свою символику, да, их число, их цвет, их расположение, есть пределы, есть, у меня там была проведена огромная работа, например, я попыталась выяснить, как назывались, освящались, в честь кого освящались теряные пределы, и мы только кормим название, но проблема в том, что никто не объясняет, а почему он имеет такое, или такое, или такое именование. И вот уже ты сидишь и пытаешься понять контекст появления этого храма, кто, когда, почему его создавал. Исходя из этого, ты уже пытаешься понять, а что было причиной именно такого именования. И что, можешь рассказать какие-то примеры? Ну, пример. Например, у нас вот есть, был в Преображенском монастыре, который сейчас у нас тоже имеется, на Вятке храм Михаила Малеина. Очень редкий святой. Очень. Вот именование в честь него мы видим только в 17 веке. И когда мы видим такое именование, мы можем не сомневаться, в честь кого назван этот храм. Оно однозначно. Практически всегда. Это в честь царя Михаила Фёдоровича, то есть его святого. И в данном случае мы видим прямую связь между монастырём и между этим святым. Почему? Потому что женский монастырь на Вятке, он был уникален для всего при Урале. Дело в том, что мужские и женские монастыри, тут, отвлекаясь немножко в тему, опять же, они отличались друг от друга. Мужских монастырям давали земельное владение. Женским не давали. И они выживали все, кто как мог. Способы были самые разные. А поэтому они были обычно идиоритмы, в отличие от киновий, которые были мужских. И вот единственным исключением был Преображенский женский монастырь, который при своём основании, это были 20-е годы 17 века, получил, не знаю, как это умудрились они, особый указ царя Михаила, чтобы им ежегодно платили ругу из казны. То есть их кормил сам государь. Больше ни одного монастыря при Урале такого больше не было. И причём они её получали вплоть до Петра I в течение столетия. И, конечно, в честь этого царя-батюшки, его святого, как же они не могли не поставить такой храм? Например, ещё есть подобные такие примеры. Храмы в честь Алексея, Человека Божия, тоже святой. Это святой уже Алексей Михайлович, царя. Есть Петра и Павла в апостолах, это Пётр I и так далее. То есть есть моменты другие. Например, у нас были очень почитаемые иконы, в честь которых создавались монастыри. И именно эти иконы давали именование храма. Вот, например, в Свободском у нас очень долгое время было непонятно, когда был основан женский монастырь. И удалось найти упоминание, это упоминание в грамоте, что есть некая грамота 1671 года, где было велено основать в Свободском и женский в Свободском и поставить там чудотворный образ Спаса. Причём этот образ, он был копией образа, который был в Москве у царя. То есть у него была такая отдельная своя история. Да, в честь него как раз он именовался Спаски. А у нас была Верховиадская, Екатерининская пустынь. Там был образ святой Екатерины тоже, который очень был почитаемый. В Орлове был так называемый образ Спаса на болоте, который тоже принесли потом в Орлов. И там уже удивительный человек Илья Семакин в Вятске Келлари основал Орловский мужской монастырь. Вот второй момент. Третий момент в честь ктиторов. Ктитор — это человек, который, скажем так, помогает строить монастырь. В честь своего святого он мог что-то осветить. Например, храм Преображенский, который сейчас есть в монастыре, раньше он именовался Ильинским при своём построении. Потому что был Илья Гостев. А Гостев — это кто у нас? Это самый крупный купец, который был в России. Это особая такая категория купечества. Он, по сути дела, на свои деньги взял и поставил монастырь. Но не монастырь, а именно этот храм. Поэтому как раз в честь от него, его святого, вернее говоря, он начинал Ильинским, в честь Ильи Пророка. У тебя ещё была такая любопытная гипотеза, или я не знаю, гипотеза, может быть, подтверждённая, о том, как пространственно в городе располагались остальные храмы. И что-то там было, что они против часовой стрелки. И там тоже было связано у тебя с поименованием. И что это не только как раз связано с внутренним расположением церкви, а в принципе эта символика распространяется на весь город. Вообще эта теория появилась у нас ещё в годы 80-90-х, когда стали изучать средневековые русские города. И в частности, когда стали их изучать, ну, раньше считалось как город, возникает стихийно, и он развивается. Там нет никакой в нём системы. И когда стали изучать древнейшие города, такие как Киев, Владимир, Суздарь и подобные им, оказалось, что в этих городах есть своя логика построения. Но она не в тех улицах, к которым мы привыкли. Она как раз именно в тех храмах, которые строились. То есть они строились чаще всего не хаотично. В них была определённая последовательность. Например, в городе Суздале, город хорошо нам известный. Там даже было как бы две таких линии. С одной стороны, там есть храмы, которые образуют крест. Образно говоря, крест. И что там идёт? У нас одна линия центральная идёт от Рождества Христова до Его Вознесения. Как бы жизнь, получается, Христа. Вторая перекладина этого креста — это так называемый Деисус. Вот если мы приходим в храм, есть Деисусный ряд. А где стоит Христос в центре? С одной стороны Божья Матерь, с другой — Иоанн Претещий. Они как бы молятся. То есть Деисус приводится как моление. И вот там как раз Деисус, он как раз в поперечнике. Но там ещё есть и вторая линия. Вот там ещё, когда пересекает этот крест, идёт, а линия жизнью Богородицы. Отведение во храм Богородицы и до её успения. То есть логика построения этих храмов, она как бы проекция на город. И, скажем, если в центре стоял обычно храм в честь Христа, то появлялся крест. Скажем, если это был храм Троицы, то появлялись такие уже там треугольники, они вписывались в круги. Вот, в частности, город Псков, город Москва, имеет такую логику. Но вот это были такие главные идеи. А вот здесь, это уже была такая версия отца Александра Балыбердина, что здесь располагались они, как находятся просфоры во время службы. Ну, это такие, я уже не буду углубляться. Объясни, что такое просфоры. Просфоры, ну, это такие маленькие хлебцы как раз, да, вот которые, там у нас есть богородичная просфора, да и есть господние просфоры, святых и так далее. И вот они как раз играют свою роль там, вот в процессе богослужения. То есть, когда как раз идёт причастие, вот они вот используются. И именно в таком порядке, как он читает, и были поставлены храмы в честь. Ну, то есть, он пришёл, когда уже была определённая система в городе, без него заложенная, да, и он пытался, как раз, да, её подправить под свою логику. Как раз, да, какие-то храмы вынес, как раз, так, искрямлял на посад, там, да, тут поставил другой храм, чтобы как раз вот эта логика там сохранялась. Ну, это версия, потому что, ещё раз скажу, мы не имеем документов, это всё предположения историки. Ну, всё равно ужасно любопытно, конечно, придумывать какие-то, делать какие-то предположения. Главное, чтобы были основания реальные, да, которые пользовались люди того времени. Да, да. Ох, ну, понятно, что об этой книге можно очень-очень долго и много говорить. Уже даже сейчас, за этот час, что пришёл столько любопытных, интересных деталей. И, может быть, я что-то не спросила, я, у меня своя какая-то очень узкоспециальная точка зрения, свои какие-то интересные моменты. Может быть, что-то для тебя очень важное мы не проговорили сегодня, что ты хотела бы сказать, зачитать, может быть, какие-то вещи, которые сейчас я упустила. Да, вот если говорить вообще о главном выводе этой книги. Так. Потому что мы обычно уходим в подробности, да, в частности. Но их много, и они любопытные. Их очень много, и они любопытные, конечно. Ну, вот, наверное, самое важное, к чему я пришла, это вот тот вывод. Дело в том, что если мы почитаем именно тех, кто занимался церковной историей в XIX веке, а потом как бы это ушло и в век XX, да, вот, ну, XIX век — это Голубинский, это Федотов, это главные специалисты по житиям, по святым. Они говорили о том, что к XVII веку угасает русская святость. То есть на самом деле общество к концу XVII века приходит в духовный кризис. И потом это станет обоснованием для того, что Петр I проводит очень жёсткие реформы по отношению к церкви. Там, да, синод образует, да, патриархство уничтожит, там, и так далее, и так далее. И когда я стала заниматься вот этой книгой, то я поняла, что вообще, вот, по крайней мере, на Вятской земле было два очень мощных всплеска построения монастырей. И именно духовная жизнь вместе с ними. Это рубеж века XVI и XVII, а у нас, как понимаем, вообще в нашей истории всё завязано на личности. Это был Трифон Вятский и его ученики, да, которые стали массово создавать монастыри там по всей земле Вятской. А вот второй был всплеск, связан с именем архиепископа Ионы. Его называют Барановым. На самом деле он не Баранов, он Тугаринов, скорее всего. Документы не сохранились, но Баранов — это ошибочно. Так вот, это человек, который за четверть столетия преобразил всю Вятскую епархию. Именно он ездил по епархии, там, да, узнавал, где какие иконы. Именно он основал такое количество монастырей, которые потом не будет в течение полутора столетий. Скажем, да, вот при нём, по-моему, было основано около десятка монастырей. А потом, за последующий век, 18-й, 1-й, 19-й, появится только один. Но это будет уже новая эпоха. Когда мы читаем там Федотова, да, что не было святых, я нахожу документы, скажем, тех, кто почитался в 17-м веке, именно в конце столетия. Таких людей было немало. То есть люди были настолько подвижнической жизни, что их почитали в веке 19-м, их просто не прославили. Но то, что были эти подвижники, вот это не вызывает сомнений. Вот, наверное, человек, который вообще был, как бы, да, вот даже его не почитали как святого, но я о нём упоминал, Илья Симаки. Киеварь монастыря занимается хозяйственными вопросами. Да, у него куча проблем, вообще куча, огромное хозяйство, три монастыря, это треть земли, там, да, которые были на вятке. И что он делает? Он буквально отвлекается на просьбу каждого монастыря что-то помочь. Скажем, да, Слободской просит, надо вот там какую-то грамоту в Москву. «Напишу, всё сделаю». И там прописывает, да, помогал там Илья Симакин. Женский монастырь основывается, храм основывается в Слободской женский монастырь. Говорит, у нас керри надо строить негде, он покупает огородец. То есть есть такие, вроде бы, такие хозяйственные документы, но на самом деле они говорят, а человек, когда ты их собираешь по крупицам, да, возникает образ человека. Котельнич приезжает, он говорит, ой, а у нас тут храма нету. Он выделяет деньги и строит храм. В конце жизни он уже принимает схему, вот этот самый высокий, как бы, степень, да, монашества. И когда уже, казалось бы, надо думать о вечном, он не может так просто, да, вот, уйти из этой жизни. Он говорит, приезжает ещё Борлов, говорит, а вот у нас ещё есть образ почитаемый. Он говорит, о, надо строить монастырь. И буквально за два года до смерти он основывает монастырь. Просто один пример. И вот этих людей, на самом деле, их было не так мало. На Вятке, то есть говорить о том, что у нас какой-то был упадок, то есть, наоборот, у нас был взлёт. Взлёт, прерванный Петровскими рихорами. То есть Вятка, в данном случае, она была особенной, я бы сказала. Да, ты своей работой споришь с устоявшим мнением, да, и доказываешь обратное. Ну вот ты ещё хотела уже завершать, но зацепилась, конечно, за твою фразу о том, что, ну, вроде бы мелочь, да, какие-то в документах отражённые на самом деле. Нет, на самом деле это как раз именно та повседневность, через которую ты раскрываешь. Вот именно через эти детали я почему-то за них тоже и цепляюсь. Просто хотела рассказать тебе пример. У нас есть такой режиссёр Дима Балкострелов, который пару или тройку лет назад сделал спектакль по находкам нижегородские таблички, как они называются, там находили очень много вот этих вот табличек новгородские. Забыла специальное название у них какое-то есть. Ну, в общем, где-то XIV века, по-моему. Но это не бересенные грамоты, это что-то другое. Нет, это не грамоты, это что-то другое. И вот, а может быть, короче, я забыла. Ну, в городе обычно это грамоты. И там небольшие такие вот как раз сообщения, какие-то обрывки, опять же, там действительно повседневные такие заметки, что купить, привезение оттуда там что-то, да. То есть... Привези мне срачицу, скорее привези. Вот, видимо, да. Это грамоты. И он поставил спектакль на основе вот этих документов и, ну, условно перенеся, транспонируя это в нашу такую какую-то современность для него, это определенные сообщения, которые мы тоже друг другу сейчас посылаем, не отдавая какого-то отчета в том, что они когда-то через много-много-много веков могут рассказать о нас довольно много, несмотря на то, что это вроде бытовые, нерефлексируемые на момент создания вещи. Вот то, о чем ты, в принципе, сейчас говоришь, что ты находишь какие-то вот такие вот небольшие там хозяйственные зарисовки или что-то еще, что вот можно, через что можно описать какой-то большой такой глобальный вывод. На самом деле человек ведь самое интересное, что есть в истории. Поэтому все, что его окружает, это тоже очень любопытно. Ой, и на этой позитивной ноте давай мы с тобой будем заканчивать, правда, потому что мы с тобой уже немножечко уже, немножечко уже, часик проговорили. Я думаю, что через несколько месяцев, давай спойлеры такие маленькие сделаем, Лена придет к нам еще раз на программу и уже о новой своей книге, когда она ее наконец-то пишет, расскажет. Вот, да? Я очень надеюсь. Сил тебе в написании. Спасибо. Спасибо огромное и за разговор, и за вот этот труд. Где-то еще можно его приобрести? Спасибо тебе. Я думаю, что да, Лабиринт, читай город, и вообще там она есть в интернете. К сожалению, она была издана в Москве, поэтому купить можно через московские. У нас в магазинах нет ее. У нас ее нет. Хорошо. Ладно, спасибо большое. Прощаемся. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok